здравствуйте сегодня хочу немного показать вам нашу теплицу основную рабочую цветочную ту в которой у нас потом растет вся рассада и вся основная коллекция цветов ну вот в данном случае мы уже ее растопили здесь вот у нас есть такой бак то есть и котел водяной котел вот так вот выведена труба вот пошли батареи вдоль стены ну вот первый стул здесь коллекция первый жителю в этой теплице на нынешний год это коллекция пеларгоний вот уже многие начинают зацветать они очень обрадовались когда мы их вынесли сюда мы их немножко расставили дави дали им немножко места побольше теперь им побольше будет солнце они не будут затенять друг друга вот какой шикарный born home раскрасил свои листочки как нужно по сорту такие очень нравится мне этот сорт именно за красоту своих листьев красивый очень рисунок вы так молодежь нова приобретенная по осени начинает выпускать первые бутоны еще такие слабенькие потому что им в той теплице в зимние не хватало места вот это наши королевы укорененные черенки декабрьские дали им хороший горшок 0 8 литра вы задели они многие уже с бутонами поэтому через месяц наверное даже может быть кто-то и раньше уже будут расцветать тоже их так по свободнее расставили они должны еще больше распушиться все обрадовались хорошему свободному месту вот это у нас эдвардским расцвел шикарный такой аленький цветочек вот это безымяжка сеяниц z2 которую я буду использовать дальше для селекции очень красивая у нее пятно вот этот фонарик из-за центра цветочка интересное очень такое свойство буду использовать дальше вот этот шикарный горящий шокинг оранж прям горит на солнце хотя сейчас не солнечный день он прям вот свет прямо вообще обалденный камера его настолько ярким показывает на самом деле он тоже такой яркий ну здесь вот у нас кто-то еще набрал кто это salmon queen пак salmon queen как всегда набрала она ведь queen она ведь королева набрала шикарные шапочки и сразу три выдаст нам шикарное цветение это пак salmon comtes сорт родственник этой королевы тоже выдал вот такие хорошие шапки это сорта которым нипочем это паки то низкорослые компактные карлики которым нипочем недостаток света они готовы цвести всегда и везде очень благодарные сорта я их обожаю у них шикарные шапки очень красивые сорта вот этот вот эдвардским в молодом варианте тоже пересадили сюда побольше его дали ему горшочек кого-то порадует может быть на 8 марта даже здесь также продолжение королев которым разрешили просили ли им их на пмж в побольше горшочки в 0 8 литра ну а здесь вот еще осенние черенки которые еще пока находятся 200 граммовых стаканчиках таких кассетах для того чтобы они не валялись не падали зональные многие тоже уже по набрали бутоны тоже вот хотят их нужно также им давать побольше горшочек и отпускать на свободу вот это стеллары вот это за нартики даже unicorn за нартик роуз выдала бутончик вот кстати у за нартиков вот такое вот интересное строение немножко как ампели счастливее освобожу не так сплетаются друг дружкой листиками цепляются покажу вам как она выглядит вот какая красотка у них немножко ползучие побеги такие склоняющиеся вот у нее бутончик на вот уже начинает ветвиться дает боковую веточку в таком объеме она живет живет сентября переживает сейчас ей нужно дать объем наверное примерно с литр и она пойдет радоваться жизни будет дальше разрастаться ну вот такие вот у нас жители первые в этой теплице по ночам здесь еще холодно потому что население мало испарение еще небольшое воздух сухой все конструкции сухие на полу у нас опилки у нас нет земли на в этой теплице здесь только а столы внизу опилки столы практически водоналивные но мы как-то вот этим свойством не портим не пользуемся то есть просто все поливаем под корень вот еще есть свободное место его очень много свободное место здесь за займется потолок пока еще там бардак небольшой запас мха имеется который будет использоваться для субстратов вот так я приготовила переселить два растения вот в эти горшочки из 0 пяшек вот в 08 немножко дать им посвободные потому что они тоже набрали уже бутоны забутонятся и будут хорошие взрослые культики это вот готовый субстрат о котором я рассказывала его приятная влажность я всегда работаю именно с такой влажностью когда ком сжимается легко но при нажатии сразу же распадается влажность чувствуется но она такая приятная не мажущая потому что работать я привыкла руками без перчаток ну пока без перчаток будет больше объема будет использовать уже буду перчатки здесь у меня запас всяких горшочков всяких моделей размеров и конфигураций все что для работы это наши нова приобреташки декабре я их получила так вот они отросли можно будет уже их пересадить на пмж в горшки и немножко срезы черенков вот один даже уже начинает цвести посмотрим что здесь такое соответствует ли он сорту ну как правило я вижу если вот так в бутоне раскрывается если сорту соответствует бутон значит все будет нормально есть несколько ангелов такие ангел отличаются от настоящих королев более изящным строением кустика вот более изящные веточки но цветение у них просто пышная просто до невозможности пышная но их нужно еще правильно сформировать конечно вот это растеницы не сформированная просто черенок рос как хотел такой роз вот снизу у него есть уже боковые ответвления если я срежу сверху черенки то нижние вот эти веточки все пойдут расти и будет хорошенький пышненький кустик вот этот ангел тоже хотя он киловатт по сравнению с тем все равно здесь можно взять 3 череночка сделать обрезку и формировку для кустика ну вот здесь всякие рабочие моменты у нас это мог уже начали делали грунт для черенкования субстрат мох перетирали через сеточку вот это наш основной рабочий агрегат разные виды торфа я использую разные виды самый так дешевый вариант это вот торфа с которых нейтрализованный или просто торф верховой 100 литровый ну даже взяла классман посмотрим попробуем классман он дорогой он раза в два дороже чем фаска ну как бы производитель обещает что здесь 250 литров вот такая вот кипа плотненькая уплотненная но его чтобы его расковырять нужно приложить еще и усилие он очень такой спрессованный хорошо спрессованный вот его нужно вот так распушать и потом только использовать здесь у меня заготовки дерновая земля вот такая вот дерновая земля та самая которая у нас есть в районе то есть это наша естественная почва дерново-подзолистая почва у нас в районе имеющий слабокислую реакцию ну и видно частички опилочек готовится он не один год два даже три года может перепревать в кучах потом муж его просеивает затаривает вот такие мешки и убирает подвал на хранение чтобы потом весной пользоваться и готовить вот такой вот рыхленький хороший субстрат который я уже использую для посева для пикировки для посадки многих растений он более питательный чем тот который используется для черенкования вот здесь мы готовили субстрат для черенкования вот его закладка состоит как я уже неоднократно говорила он из трех компонентов это безземельный субстрат здесь находится торф нейтрализованный классман я для него не использую потому что производитель нам говорит что добавлял туда питательные вещества какие-то минеральные удобрения поэтому для черенков я его не использую здесь торф вот такой вот фаска вот тот мох который я там показала мы перетирали светлые частички мох и совсем белые крупные частички это перлит тоже доводится он до такой влажности приятной чтобы она была не мажущая то же время он должен быть немножко влажненький влажность субстрата довести до нормы это не сложно можно и это потом сделать в мешке при работе ну вот такая вот у нас теплица это уже весенние ранне весенние теплица здесь будут опять столы потому что эти столы унесены в другую теплицу они встанут все приберется и по мере наполнения площади будет все растение заполнять будем растениями заполнять заполнять и в итоге нам будет место и здесь мало и мы переедем в другую теплицу но об этом уже позже всего доброго до свидания подписывайтесь на мой канал ставьте классы